Так, проверяем захват. Захват вроде в норме и, слава богу, не моргает. Так. Значит, в очередной раз... Это уже просто третий запуск. У нас обзор варкапа номер 153, который проходил на сайте defrag.ru с 22 по 29 октября. 2016 года. Значит, это у нас модификация квейка. Все видят знакомые пушечки из кваки. Смысл какой? Смысл проходить карты на время. Имеется старт триггер. Сейчас мы кельнемся. Старт триггер, который располагается у нас тут. И, собственно, где-то там надо будет искать финиш. Значит, следующее. Мы появляемся. У нас дается ракета. Дается плазма. Сейчас мы пока ничего не делаем. Сейчас мы просто ходим, смотрим, как это все должно выглядеть. Здесь всякие бочонки. Карты делают ребята, которые просто любят defrag, любят квейка. Это все ручной работы, так скажем, раритет. Каждый кирпичик вставлен с любовью. Каждый кирпичик. А может быть и не с любовью, а может быть и с ненавистью к игрокам. Особенно вот такие вещи. Проходим карту пешком. Ибо здесь имеются такие платформы. Далее потом расскажем. Точнее, даже вуде покажет, зачем они нужны. Мы видим, что вот сюда, если мы падаем, ничего не происходит. В defragе, естественно, можно и прыгать. Это все-таки квейк. Здесь вечно распрыжку. Нам нужно как-то подняться наверх. Поднимаемся наверх. Чтобы другой дороги здесь нет. Чтобы оптимально подниматься в горизонтальную высоту. Опачки. Что здесь? Я вот там упал. В общем, дальше. Видео. Мы упали. Здесь рампочка. Если ты падаешь с какой-то высоты, ты можешь набирать скорость. Ударившись, скажем так, коленки расшибив об нее. Есть коварная вот эта штука, которая уезжает. Это надо, естественно, делать все на скорости. Видим здесь вот дырочку. Для чего она пока неизвестна. Попробуем попасть на вот эту платформу. Эй, платформа. Раз. Тут она у меня. Коварная, коварная. Коварная платформа, да. Значит. Картинка есть, пацаны? Да что? Да картинка должна быть. Должна быть. Так, поднимаемся. Коварная платформа все еще не дается. У нас есть читы. Есть вторая. Вторая платформа. Ладно, в общем, проходим как-то так. Рокалы. Да это там, дожди ты. Давай, давай. В общем. У тебя что-то с мышкой? Нет, я просто специально пытаюсь не делать все хорошо. Чтобы было все медленно и понятно. И раки-то нет. В общем, короче. Бог с ними, с этими платформами. Берем. Делаем классную штуку. На нас не получается. Так. Да что? В общем, делаем все те же самые действия. Берем здесь лишние ракеты. Кстати, вот здесь вот маппер спрятал, здесь вот триггер на даче ракет. Цело в две ракеты дается. Естественно, здесь все не с первого раза. Чтобы нормально пройти карту, нужно... Здесь вот был такой подъем с плазмой. Там нужно было... Ну и просто на скорости показали вам, потому что если делать это медленно, то оно не получится. Мы поднялись здесь. Дальше обследуем карту. Видим, что если вот здесь вот будем подниматься по стенке плазмы, мы ударяемся головой. Оно нам не надо. Вот здесь такой штуки нету. Поэтому что? Поэтому плазмик. Не так, конечно. Вот это так. Поднимаемся на следующий этаж. Проходим дальше. Значит, здесь у нас остается только плазма, остается только ракеты. Нужно понять, куда нам идти. Вот, вижу, что вот здесь вот что-то есть сверху. И не зря вот здесь такая штука дана. В общем, нам предлагают сделать вот так. Да, придется плазмить все-таки в обход. Плазмим в обход. Вот здесь следующий уровень. Прикольный туман. Мама, я в тумане. Здесь уже триггер телепорта. Мы попадаем в следующую комнату. Здесь у нас лежит плазма. Ой, сейчас будет боль. В общем. 16 на 9. Энди недоволен качеством. Здесь про плазму дается хейст. Вот где-то вот на вот этом уровне. Угу. Но, к сожалению, мы парни суровые, поэтому мы без хейста под углом 65 как-нибудь залезем. Следующая вещь. Вот здесь вот триггер, который нас телепортирует сюда. Поэтому ничего не остается, как плазмить. Снова. Плазмим до конца. Попадаем еще одну. Здесь вот красивый водопадик. Такой. Просто текстура такая прямая. Прямая вода. Бежим дальше. Думаем, что делать. Дается ракета. Остается плазма. Если упасть вниз, то здесь ничего нет. Можно как проходить вот то место. Здесь я уже вам заспойлил. Здесь уже есть. Снова дается ракета. Но, как бы так, это медленно. Можно запускать ракету вниз, подниматься вверх с плазмой. Но можно сделать проще. Здесь есть такая речка. Которая, скажем так, мешает нам подниматься. Подниматься, но с плазмой подняться все еще можно. Ай, еле забрался. В общем. Я просто об нее головой стукнулся. Дальше что у нас? Дальше по карте дается снова плазма. Дается мега хелс. Это добавляет 100 еще кп здоровью. И все. По идее, финиш. Вот такая карта. Ну что, Вуди, покажи теперь, что у нас. Как мы придумывали эти роуты. Сначала с бустом. С самого начала. С этих? Да, да, да. С буста ракетов. Первый из вариантов. В принципе, на первый взгляд, очень удобный. И достаточно быстрый. Делаем буст. Начинаем. Подстреливаемся, в общем, от ракет. Рокетом от стенки. Набираем определенную скорость, которой хватает по прыжкам. Здесь еще очень влияет то, как ты, в какие точки ты прыгаешь. То есть, если ты будешь прыгать по такой траектории, что тебе, ты будешь во все стукаться, это как бы не есть хорошо. Ну, собственно, это называется спрейсинг. Можно было пройти вот так вот стрейфинг. Да. Мы нашли такую еще штуку. Ты зря ее сейчас запалил. Здесь немножко маппер накосячил и убейся. Бейся, пожалуйста. Ага, спасибо. И приди там, где, короче... Только не падай. Значит, маппер накосячил в одной единственной вещи. Он... Упади сейчас вниз. Прям вот так, чтобы, да. Чтобы телепортировал. Вот здесь вот телепортируется. И, значит, маппер, как Вуди раньше прыгнул, там есть такой косяк. Он немножко не дотянул триггер телепорта. И там в одном... Если прижаться к углу, вот прям к самому углу, то ты попадаешь сразу вниз. И это гораздо быстрее, чем подниматься по вот этой вот большой горке с плазмой, с ракетами, потом еще раз падать вниз. А тут ты сразу падаешь вниз, экономишь время. А задача у нас какая? Задача у нас сэкономить время и пройти карту за минимальное количество времени. Правильно? Да. Правильно. Поэтому. Теперь, раз мы нашли такую штуку, в облазе на самом деле очень много чего здесь. То есть искали всякие разные срезы. Но это единственное, что по факту мы нашли. Правильно? Падаем так, мы сразу внизу. И здесь можно было прыгать по падам, по вот этим ездящим платформам. Но они столько рандомные, они настолько неудобные. То есть бывало скорость у тебя выше, то есть ты их перелетал, бывало скорость ниже, они уезжали раньше, чем нужно. В общем, это целая эпопея. Поэтому придумали очень простую вещь. Слева стенка, в руке плазма, плазма по стенке. Правильно, правильно. Достаточно получалось быстро, учитывая то, что там еще имелось ракеты сэкономленные, которые нам давалось еще на старте. Но это об этом потом. Потому что есть более читерное начало, нежели тратить рокет. То есть можно было вначале его тратить, можно было его не тратить. Умри, пожалуйста. Да, то есть у нас здесь 200 плазмы и один рокет. То есть по факту, раз мы нашли там срезу, раз мы нашли... Я просто рассказываю логику, как в принципе мы думали. Значит, раз есть рокет, раз есть плазма. Рокет это очень такая штука коварная, ее можно использовать вначале для придания большой скорости. Но эту скорость можно развить... И не только, а просто ракетой. Правильно? Да. Значит, нам нужно этот рокет сэкономить, чтобы использовать его в более выгодный момент. И есть такая отличная у нас ЦПМ физик. Мы оба игроки в ЦПМ физике в основном. Есть такая вещь, как плазма бусты. Это любимая штука. Тебе нужно за долю секунды выстрелить плазминкой в пол и немножко проскользить. И образуется такая скользящая поверхность, на которой ты набираешь скорость. Давай, Уля, показывай. Но это надо сделать очень быстро. Надо как-то чувствовать вот это... Это да. Какая-то пара-тройка фреймов до приземления. И выстрелить и начинать скользить. Но это надо делать плавно и держаться, по сути, в зоне набора скорости. Подожди, подожди, у меня без зон пока, без зон. Значит, пока еще, знаешь ли, надо людям привыкнуть к дичи, которые здесь происходят. Так вот, если... Да, мы записываем гайд. Парни на сервере спрашивают. Значит, смотрите, вот с левой стороны экрана у меня есть таблички. 42 и 3 это тайм, который я когда-либо поставил. Снизу, дальше, ниже идет этот счетчик. Просто таймер, когда мы пересекаем таймер, он начинает... Убейся и пересеки, пожалуйста, покажи людям. Ага. Вот, он начинает. То есть обратно на некоторых картах можно вернуться на старт, чтобы он обновлялся. Некоторые... Нет. Еще ниже у меня скорость. Пожалуйста, пропрыгай просто с кнопкой W. Покажи максимально... Да. 320 упсов. Юнитов, точнее. Ну да, упсов. 320 юнитов это максимальная скорость, набирая просто кнопкой W и идя вперед. То есть обычный прыжок, самый первый, с circle jump, который называется, это с очень техничным поворотом и с правильной скоростью... Ну да, будет делать как ракал. С правильной скоростью поворота мыши можно добиться 600-620 с первого прыжка. Дальше скорость растет по определенному принципу, о котором мы расскажем немножко позже. А бусты это такая коварная штука, если сделать все очень грамотно и есть где развернуться, можно набирать, по-моему, до 1100 максимальный, да? С первого? Да. Но это с хорошим circle jump. Да, в принципе, можно и с места... С места, я думаю, 900-950 максимальный. Это тоже как повезет. Да, это как повезет. Ну, грубо говоря, для этой карты 800 более чем достаточно. 800-700-800. Да-да-да, 800-700. Но фишка в том, что можно их делать каждый прыжок. Поэтому нашли такую дорожку, делаешь раз прыжок, делаешь два прыжка, давай. Сейчас это tryhard, поэтому в лаве записывается, ничего мы обрезать не будем, поэтому... Вот набирается скорость 1100, ну там 1050 даже. Используем вот эти вот справа и слева. Господи, как они называются? Перила. Нет, не перила. Ну, перила для прыгивания и вот эти большие стенки летающие. Для того, чтобы еще отталкиваться плазмой и набирать скорости. Дальнейший наш ролл складывался таким образом, что... Раз мы нашли ту срезу, мы падаем вниз, экономим немного времени. Давай, будьте, с самого начала и погнали. Сейчас будут немного tryhard. Вот, падаем вниз и дальше у нас идет что? Выбор, стоит выбор. Ехать по платформам, но это медленно, потому что у нас изначально скорости нет. Мы падаем вертикально, рампы здесь нету, скорость набрать негде. Можно еще пустить, но это очень тяжело. Потому что одно время... С высоты, да. С высоты это очень тяжело поймать такой тайминг. Значит, есть стенка слева, поэтому мы использовали стенку слева и... Да, от нее можно просто отталкиваться и в УДИ. Можно набирать высоту под определенную... Просто нужно грамотно выставить угол. И у нас оставалась еще ракета, помните? С самого начала мы оставили ракету. То есть здесь используется еще ракета. Для придания себе скорости она в среднем дает 500 юнитов. Это максимально, по-моему, что она дает, да? Просто отстрел. Да, если просто отстрелом, то она дает 500 юнитов к скорости. И, соответственно, что... Нифига. Смотрите, что мы нашли. Мы тут еще, короче, нашли. Еще дырка. Еще дырка. Ладно. Там опять дырка. Самое интересное, что вот эта карта, вот здесь вот в падении, она не одинаковая. То есть слева... Если слева прыгать, то она, видите, немножко длиннее, чем справа. И получается то, что она приходит... Здорово, Холли. И нам пришлось... Точнее, Егору непосредственно, что он играл эту карту, пришлось все время прыгать с левую сторону и плазмить, как бы разворачиваясь в правой стенке. Не знаю, тебе удобно или нет. Это... Ну, не очень, я бы сказал. Не очень удобно. А другой стенке удобнее, да? Да. Ну, в общем, да, есть такие неудобства. Карта не симметричная, поэтому у нее свои особенности и приходится с этим считаться. Значит так, давай с самого начала показываю роут уже с плазмой, с полностью по стенке. Ну, это не всегда получается. Ну, это дефракт, вот, очень... Да, смысл в том, что каждый рекорд ставится как минимум тысячу попыток. Ну, в среднем. То есть, пока ты изучишь карту... Ну, тысячу ты... Ты, в общем, сказал, ну... Ну, ладно, от сотки до тысячи. В зависимости от длины карты, зависит от сложности трюков, придуманной на ней маппером. То есть, от... От того, насколько быстро ты найдешь правильную дорожку. То есть, очень много факторов влияет на то, что сколько времени ты на нее потратишь. От скилла, естественно. Ну, от скилла, от опыта, да. От скилла, от опыта, от поиска дорожек. То есть, некоторые неопытные игроки, например, я, ищу очень долго эти роуты. Потому что иногда, как бы, мозгов хватает, а вот руки сделать не могут. Да, зачастую так и бывает, то, что фантазия есть, а возможности сделать придуманное уже не представляется из-за того, что... Дальше, кстати говоря, для тех, кто... Просто не хватает опыта и в игре. Мэспес одного раза ставил. Да, потом мы расскажем про этого игрока интересного. Собственно, там видели, когда не получается этот подъем с плазмы дикий на скорости, там и лежит гранатка. Можно использовать гранатку, но это очень медленно. Как минимум, она взрывается через 2,5 секунды. А нам нужно экономить время. Да, вот она. И чтобы с ней подняться наверх. Вот она приземляет... на третье приземление. Вот мы поднялись наверх. Дальше можно здесь использовать опять газ-бусты. Они так называются, кстати, плазма... плазма-газ-буст. Был такой товарищ газ, который придумал всю эту штуку. Точнее, затестил, показал, научил. Ну, сокращенно ПГБ можно называть. Да, сокращенно они называются ПГБ. Плазма-газ-буст. Или ГБ, да. Или просто ГБ-газ-бусты. То же самое для ракеты. Ничего себе, здесь клипа нету. Можно сюда попасть. Ты не знал. Я ни разу сюда просто не попадал. Открытие вместе со зрителем. Да. Я просто сюда ни разу не попадал. В общем, давай, проходи наверх. Что еще можно было здесь на этой карте придумать? Можно было здесь делать буст, но зачастую получалось так, что ты там приземляешься в самом начале того мостика и прям падаешь четко сюда. То есть прилетаешь, не задевая всего этого ничего. Здесь дальше уйдет выпрыг из телепорта. Это отдельная технология, которую тоже расскажем когда-нибудь, когда будут гайды непосредственно по всем фишкам дифрага. Здесь мы ничего придумать такого модного не смогли, никакой срезы, поэтому просто плазмим по стенке. Ну, единственное, да, можно на поднятии плазмы сделать ГБ. ГБ, да. Для увеличения скорости, соответственно, у тебя будет скорость немножко больше, и ты плазмить по стенке будешь быстрее. Опять же, не всегда получалось. Дальше подъемский стон наверх и, опять же, плазма. Есть всего 2 секунды длится, поэтому его хватает ровно на подъем с небольшой по стеночке. Чуть не быстрее. Да. И вот здесь вот среза такая придумана. Нам дается ракета и скорость полета ракеты 1000 юнитов. Физики ЦПМ. В ЭКУ-3 физики это 900. Собственно, что придумали мы и все, в основном, все дефрагеры. Это запуск ракеты наперед в стеночку. Потому что ракета одна, надо использовать ее как-то, и самое оптимальное решение это выстрелить ей наперед, обогнать эту ракету и уже начать плазмить по стеночке побыстрее. Да, покажи нормально. Вот здесь еще, оп, нифига себе. А, да, я помню. Вот как-то примерно так это все должно выглядеть. Скорость, естественно, будет лучше и больше. Ну, так как это по мере прохождения. Так как это просто по мере прохождения делается, да, эта скорость там выше, как бы, и твоя задача, по сути, мы нашли роут, нам нужна, то бишь, дорожку. Ну, осталось все исполнить только без ошибок. Вот без таких. Когда это все будет сделано, то, в принципе, будет все хорошо. Давай по трайхарде пару минуток. Хотя бы, чтобы очертания приобрели наши слова. Дальше снова подъем с этой плазмой. Не всегда он хорошо получается, поэтому... Опять же, момент падения возле рампы очень... Да, зависит от того, в какой момент, куда ты попадаешь перед рампой. Если перед самой рампой, то можно сделать даблджамп. И у тебя получится все замечательно. Если не лун, то попадаешь на саму рампу, от нее отталкиваешься, и ты хуже прилетаешь кверху. То есть, все... Да что ты, ты, какой-то плазмир. Монтор, здравствуй. Клей рампы также бывают двух видов. Как скользящие, и на которых можно делать прыжок. Да. Если она скользящая, то единственное... Самый верный и лучший вариант, это приземление непосредственно прямо перед ней, если особенно тебе надо плазмить вверх. А если прыжковая, так скажем, то тут уже... В принципе, это не очень критично, но опять же, все равно желательно именно перед рампой измельяться. Да. Собственно, такая примерно дорожка. Вот эти бочки тоже выбешивали, нужно там разворачиваться было спиной так, чтобы их не задевать. То есть, своих приколов на карте хватает. То есть, она, в принципе, такая динамичная, она достаточно с хорошим дизайном. Делал товарищ из Беларуси, IDM. Но очень много... Из Беларуси? IDM, разве нет? Не из Беларуси. С Украины? С Украины? Ошибочка. Ошибочка. Ну, прости, на сайте. Значит... Что я думал, что... Ладно, неважно. Не знаю. Техземляки хочешь записать. Да-да-да. В общем, единственное, что неприятный действительно момент был в этой карте. Очень много всяких мешающих, маленьких там выступов, бочек вот этих вот, которые прям на... Мелкие элементы дизайна, которые... Да. В принципе, если бы их не было, карта была бы не такой, возможно, интересной наивидной. А... Вуди на твиче надо поставить... Дефракт. Ну, это потом, после записи этой. Выберем, возьмите. Игру дефракт в другую поставим. Давай-давай. Давай, Трайхарди. Пока. Эту карту. Что можно еще про нее рассказать? Естественно, демки с прохождениями мы поставим. Посмотрим все вместе. Запишем. Все это делаем. Вообще, такого плана карты, в принципе, очень вариативное прохождение у них. И... Да, покажи ее через этот, через... Ну, роут мы свой показали, покажи ее через рокет-буст и падение вниз через эту большую рамку. В принципе, такие вариативные карты годятся даже для мирового чемпионата. Потому что тут количество триксов большое. И она, в принципе, такая и сложная, и новички, в принципе, смогут пройти. То есть, можно было проходить вот так, то есть, через вот эти платформы. Еще. Но не всегда тоже, опять же, получается. Вот. Ну, тут, опять же, вопрос скорости. Если плазмить по стене, а потом отталкиваться рокетом, скорость будет гораздо быстрее. Да, и ты подлетаешь. И вот, в общем, твой взлет об эту рампу зависит от твоей скорости. Да, и, собственно, перед... И точка оттолк... Как-то оттолкновения. Толчка. Толчка. Толчка толчка. Толчка толчка, да. Да. Поэтому это был, конечно, один из таких простых способов. Можно было пройти ходить там просто с трейфом. Можно было по этим платформам, платформочкам бежать. Но... Опять же, все зависит от уровня игры, от скилла, от опыта. То есть... Да-да, хардовый путь, я вам так скажу. Это только дяди... Дяди сурьезные могут. Так. Сурьезные. Сурьезные дяди. Сурьезные, как мы, Сургуда. Да. И вот так вот, в принципе, выглядит это все по вседневности. То есть, нашел дорожку, дифрагер. И давай ее. И попытка за попыткой. Попытка за попыткой. Каждый элемент, в принципе, все больше и больше, чтобы... Вероятность прохождения до конца, особенно на такой длинной карте, она... Она очень нужна. Стабильность в движениях. В принципе, опыт. То есть, ты, по факту, добиваешься таких движений, чтобы у тебя было все одно и то же. То есть, не было лишних движений, не было каких-то случайных поворотов влево, случайных поворотов вправо, задеваний каких-то неизвестных вещей. То есть, ну, чтобы ты мог пройти ее до конца, не ошибившись. Эту карту мы играли давно. Месяц назад. Уже месяц. Да, уже месяц назад, поэтому немножко подзабыли. Но основной суть помним. Это хорошо. Я думаю, скоро сейчас будем демочкой уже показывать. Сейчас ты один разочек хотя бы нормально до финиша дойдешь. Надеюсь, это будет... Да, я тоже надеюсь. Да, я тоже надеюсь. У меня плазма-стенка. Снова плазма. Товарищ Фракир, для которого карта, собственно, это делалось маппером IDM, очень просил добавить побольше плазмы. Ну и, собственно, вот эту примерно концовочка должна быть такая. То есть, естественно, без запора. Того, который был. Запором, в принципе, и лучше не играть, пацаны. Да, да, да. Лучше к врачу. Ну, можно показать демки с варкапа, я думаю, и показать мою демку, так как она, наверное, является мировым рекордом на данный момент. Да, мне только нужна твоя демка, кстати. У меня ее нету. Сейчас скину. Скинь мне, пожалуйста. Ну что, сейчас будем показывать демочки. Пришлось с сервера намликнуть по B2. И варкап. Заходим в варкап. Я тебе в тест скинул. Ага. Сейчас, секундочку, ребята, небольшая заминочка демки у нас, к сожалению, не оказалась. Так. Ну что, давай демки начнем. Давай. Давай начнем с... С ЦПМа. Делгагу. Делгаду. Точнее, посмотрим. 1.13. Зашел? Подожди, подожди. Угу. Я тебя жду. Сейчас будем смотреть демки. Это как раз демки с турнированной таблицы. Собственно, кто какое место там занял. Так, с кого начинаем? Делгаду. Соответственно, он занял седьмое место. Было всего 7 демок. Это последняя демка из всех вот этих вот. Это ВК-3. Нет, это ЦПМ. Делгаду у меня ВК-3. Подожди, это не то. Есть 1.24 от него ВК-3. Есть 1.13. А, 153. Все. Все, все, все. Все, я готов. Готов? Давай начнем. Раз, два, три. Смотрим демочку. Он пытался сделать буст, у него это не получилось. Проходил он стрейфом. Поднимался наверх. То есть, то, что мы говорили. То есть, это такой более простой путь, нежели который был придуман нами. Он по этим платформам. Брал гранату, естественно. Парень играет недавно, но, в принципе, головат у него шарит. То есть, Рокет сохранил. Пытался сделать буст, но немножко не хватает ему скилла, но, в принципе, неплохо смотрит. Согласен? Да, бусты, в принципе, если подровнять немножко, может быть, ему надо просто объяснить, как они делают. Да, скорее всего, надо ему просто объяснить. Он суть-то знает, но как-то технически у него пока проблема. Да, технически немножко проблема. Плазма Клим. Ну, особо ошибок-то нету. То есть, ну, все чуть-чуть побыстрее бы ему и будет нормально. Да, но зачастую так и бывает. Запускал ракету вниз, кстати говоря. Помнишь, мы говорили о том, что можно запускать ракету вниз, поднимать? Он не догадался здесь. Пытался сделать буст. Поднимался с плазмой наверх. Да. Пустой бы ему, правда, подровнять. Ну и в конце зафинишировал. Ну, ты все, в принципе, подровнять. Ну, да. Дальше, давай Торнера смотреть. Это шестое место. Давай на счет три. Раз, два, три. Поехали смотреть Торнера. Сделал буст в начале с ракета. Поднимался наверх. Хороший плазмоклимп. Падал в яму. Ну, Торнер, сразу видно, уже более опытный игрок. Более опытный игрок, да. Так-то достаточно все очень быстро. Сделал, да, в принципе, неплохие таймы. На мейн-чекпоинт не смотрите. Это у меня было тестовое прохождение за минуту. Да. Может, это... В конце, вот, вот сейчас он, после... После хейстача, то у него как-то коряво получилось. Не запускал ракету, просто поднимался плазмой, давал себе рокета в конце. И финишировал более-менее хорошо. Досмотрел? Да. Коша! Это уже у нас получается пятое место. Угу. 46,2. Ребята все опытные. Коша играет у нас как давно. Да, он давно играет. Давно. Даже дольше меня играет. Тоже проходил через падение. Ракеты хорошие. Знатно поднялся, даже забустил. Ой, молодец. А он молодец, да? Да, под Коша постарался. Конечно, видно, ему карта понравилась. Ну, я, в принципе, тоже понравилась, значит, на ней участвовал. Не, ну, я бывает отправляю просто так, вот, и все. Знаю, что могу. Ой, это, конечно, плохо заплазмил, но еле-еле вырулил. Неправильно сначала поставил на плазму градус, потом так еле-еле дополз. Очень широко завернул, мог бы еще сэкономить, если бы завернул покруче немножко. Avenger, смотрим? Давай. Подожди, подожди. У меня еще Коша скачет. Ты как-то не сказал, когда запустить? Я сказал, раз, два, три. Нет, ты про Коша не говорила, лан, два, Avenger. Давай, Avenger, раз, два, три. Он начинал тоже, пытался через буст. Экономную ракету нашел. Это Роди. Он нашел эту срезу, проходил вообще не так. Не по стенке плазмил, а по этим штучкам прыгал. Ну, Avenger на данный момент один из самых опытнейших, опытнейших дефрагеров, но по скиллу, из-за того, что он, в принципе, играет очень редко, он все-таки отстает, да. Но так, если посмотреть движение в целом, то очень все четко, благодаря, опять же, опыту. Тоже не запускал ракету наперед, а просто стрелился. Вполне неплохо. Дальше, в PSC-газ, как раз пацан, который придумал эти газ-бусты. Нет, нет, это не он, ты что? Вот, смотри, в PSC-газ. Это с газа. Газ? Давай, запускай, да. Это не он. Раз, два, три. А, я думал, это один и тот же человек. Нет, нет, нет. Ладно. Не знал. Он тоже проходил через верх, падал в дырку, отстрелился рокетами. Какой-то странный, что это было за плазминка в платформу. Не знаю, он, видимо, опять отбал. Два буста. Смотри, нормально. Два буста даже ударил. Стандартное прохождение комнаты с плазмой. Еле вот прям вот на край попал. О, запуск ракеты. Отлично. Хорошо. Это уже следующая категория таймов, так скажем, которые позволяют... Которые сделаны благодаря этому запуску, скорее всего. Что, Зак, теперь не була, да? Да, давай. А еще три. Раз, два, три. Не була тоже проходил через один буст, правда? И через верх, ничего себе. Как он тогда сделал? Три ракеты. А, он три ракеты получал, смотри, неплохо. Тоже два буста. У него же ракета. А, вот где он ракету использовал. Ты смотри, какой. Да, здесь вот то, что не было триггера отбора оружия, то есть, когда у тебя отбирают все оружие, можно было эту ракету использовать тогда, когда хочешь, тогда, когда считаешь выгодным. Надо было найти оптимальное решение для того, чтобы где ее использовать. Тоже запуск ракеты. Хорошо завернул. Можно было в конце еще плазму подбавить. И у нас теперь Enter, правильно? У меня нет Enter, а Дэнки. А, MDF. А, MDF. На счет три. Раз, два, три. Буквально на 200 даже. Да. Так скажем. Опередил не булу. Enter тоже проходил через низ, более крутые ракеты. Здесь использовал только один газбуст. Хороший подъем с плазмой. Ай, зацепился. Пришлось даблджерп делать, но вырулил. Вот про что мы говорили. Газбуст в комнате с плазмой после телепорта. Очень странный подъем с плазмой. Зачем он падал вниз, не знаю. По-моему, это медленнее. Да. Тоже запуск ракеты. Очень хорошо подлетел с сумасшедшей скоростью. Ты еще и рекорд перебил серверный. Круто. Ну и что, теперь у нас чемпион. Просто лучший красавчик. Рокет дрочер. Да и просто красивый парень. Красивый парень. Сексуальный. Вуди. Гомоси. Давай. Давай на счет три. Раз, два, три. Давай, давай. Давай. Вот, вот мы про что говорили. Два буста, падение вниз. Дальше по стеночке, по стеночке карабкаемся. Отлично стрелился рокетом. Попали прям четко. Тоже буст всего лишь один. Можно было, конечно, и второй добавить. Но не до этого было. Вполне стандартный подъем с плазмой. Можно было побыстрее, конечно. А везде всегда можно побыстрее, в принципе-то. Ну и нормально залетел. Ну все, в принципе, отлично. Кстати, у Энтера конец, концовочка побыстрее будет. Да. То есть у тебя, за то, что мы срезу нашли. Давай покажем Декс в ЭКУ-3. Топ-1 паладин. Посмотрим, как в ЭКУ-3 физики это все выглядело. И на счет три. Раз, два, три. В ЭКУ-3, к сожалению, таких вещей, как буст, нет. Поэтому здесь, здесь стандартная физика Квейка. Нету аэроконтроля. То есть нельзя поворачивать в воздухе. Точнее, ну можно, но как бы это очень медленно происходит. Минимально, да. То есть и все основные повороты на 90 градусов приходят об пол. На полу поворачивать. У нас можно в ЦПМе в воздухе делать. Видите, да? Нельзя было там пролететь насквозь, как это делали в ЦПМе. Вот после того мостика приходилось ему падать и заново прыгать. Декс всегда славился такой своей плазмой. Четкой. Он, в принципе, и хорошо и в ЦПМе, и в ЭКУ-3 играет. Тоже проходил. Видимо, это самый быстрый был роут. И ракетой в конце. Ну, четкое прохождение. Очень четкое. Ну, красавчик. Ну, все. Собственно, на этом обзор варкапа номер 153 завершен. Сейчас будет небольшой перерывчик. Запись я останавливаю. Всем спасибо. Следующий обзор ждите. Продолжение следует...